Самая распространенная аминокислота в организме Необходима для поддержания целостности слизистых оболочек Восстанавливает поврежденные функции кишечника Стимулирует и служит источником топлива для клеток почек, кишечника, желудочной железы, иммунитета Повышает уровень глутатиона Необходим всем тяжело больным, сепсисом, диабетом Повышает выживаемость таких пациентов Вообще, конечно, она стоит на первом месте и для кишечника, и для желудка Без нее никак И вот, например, на iHerb очень большой выбор этого глютамина Можете купить и в порошке, и в капсулах, что обязательно его С-витамин Большие дозировки помогут восстановить функции кишечника и печени Дефицит витамина С, который очень распространен, вызывает метаболические нарушения Они вызывают как раз ожирение, диабет, цирроз, нарушение работы кишечника С-витамин обязателен у кого запоры С-витамин защищает от рака желудка С-витамин делает кишечник непроницаемых для эндотоксинов, которые вызывают воспаление кишечника и печени И С-витамин поможет при язве желудка То есть он убивает как раз хеликобактер Цинк Цинк необходим для поджелудочной железы, которая вырабатывает ферменты И для правильной работы пищеварительной системы Без цинка она плохо работает И здесь может возникнуть диабет первого типа, поскольку инсулина не хватает Цинк способствует снижению проницаемости и повышению целостности кишечника Слизистых при колите А обычно при хеликобактерной инфекции и гастрите цинк понижен Следующее исследование Здесь мы видим, что дефицит цинка связан с воспалительными заболеваниями кишечника Необходим при диарее, раке пищевода, алкогольной болезни печени Профилактика некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта И цинк снижает смертность от диареи Это очень распространенное, особенно у детей Ну и здесь мы также еще видим, что и обязательно витамины-антиоксиданты Силен, бетокаротин, витамины А, С и Е Это тоже снижает риск инфицирования хеликобактер Силен Силен необходим при панкреатите Как хроническом, так и остром И у нас 41% он понижен при панкреатите И при сахарном диабете он на 53% понижен Также понижен здесь и цинк, и витамин А, и Е И препараты Силена необходимы при хроническом панкреатите Они повышали эффективность лечения 4,2 дня против 10,4 дней в контрольной группе И тут вот, например, следующее исследование Это у нас как раз при болезни с кроном При язвенном колите При различных воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта Также Силен понижен у них И Силен подавляет воспаление И, например, дозировка при остром панкреатите Приступе панкреатита 600 млкг МКГ Так что без него тоже никак Алоэ вера гель Вы сам вызывали язвенную болезнь желудка И у группы с алоэ вера Уровни желудочной кислоты были меньше И сок алоэ здесь обладает рано заживляющим действием Но берите, опять-таки, только концентрат Вот, например, как здесь Потому что сок мало чем поможет А это очень сильное, очень хорошее средство Масло мяты перечной Для лечения синдрома раздраженного кишечника Было много исследований И в группы с мятой Значительно улучшалась разная симптоматика И боль в желудке Хотя главным побочным эффектом была изжога Клетчатка или пищевые волокна Любая Или шелуха поддорожника Пектин, инулин Они все помогут, если у вас запоры Повышенный холестерин Пищевые волокна являются едой для микрофлоры кишечника И чем больше вы потребляете клетчатки Чем разнообразнее у вас микрофлора И при недостатке клетчатки Начинаются хронические неинфекционные заболевания Такие как ожирение, диабет второго типа Сердечно-сосудистые заболевания И рак толстой кишки Сахаромицепты буларади Это дрожжи, которые применяются при желудочно-кишечных заболеваниях Помогают при диарее Применяются как пребиотики Подавляют вредные бактерии и их токсины Токсины кишечной палочки И токсины холеры Помогают при болезни крона Остальное можете почитать Здесь в исследовании Там очень много болезней, при которых оно помогает И, например, в аптеке Это препарат энтерол Но, конечно, на Айхербе его намного выгоднее покупать Он намного дешевле обходится там Пробиотики Я еще оставлю ссылку там на PDF Там как раз все про пробиотики написано Вот тоже почитайте Вообще микрофлора толстого кишечника Участвует в процессе пищеварения И в том числе в обмене холестерина и желчных кислот Но если у вас слабый иммунитет Или вы уже в глубокой старости То вам надо быть осторожны Поскольку все представители нормальной микрофлоры Могут стать виновниками Различных инфекционных заболеваний Такие как цистит, отит, сепсис, ампендицит Ну и так далее Если вы недавно принимали антибиотики Или принимаете То вам все-таки надо обязательно принимать пробиотики Чтобы как раз нормальную флору восстанавливать Ну и, конечно, при дисбактериозах Необходимы они Пищеварительные ферменты Могут расщеплять белки, углеводы, липиды, сахара Улучшают пищеварение Помогают поглощению питательных веществ Помогут, если у вас хронический панкреатит Рак поджелудочной железы Диабет Целиакия Муковисци, ацидоз Например, в абензиме Там у меня есть исследование Где, например, они применяются практически при всех заболеваниях Но, опять-таки, в абензиме, например В одной капсуле липазы 34 фиб А, например, вот в этом препарате В одной капсуле 3000 фиб Поэтому, конечно, тут вообще на Айхебре Очень большой выбор ферментов Поэтому, конечно, лучше здесь брать В абензим слишком дорого выходит И, мне кажется, ну, не нужно Спирулина Ну, вот я еще оставлю ссылку на тоже PDF-файл Там очень подробно про спирулину И вот не забивайте про нее Потому что она, конечно, очень сильная И небольшое исследование Из шести пациентов с язвенным гастритом Давали спирулину 2 грамма 3 раза в день И через 2 недели у всех шести прекратились боли Нормализовался стул Восстановилось пищеварение Спирулина, она стимулирует рост микрофлоры кишечника И является едой для микрофлоры Стимулирует иммунитет Восстанавливает функцию печени Так же, как и расторопша То есть я оставлю эту ссылку Там почитайте Там она при всех болезнях, в принципе, применяется Ну и, в принципе, остальное, что вообще помогает Это расторопша, шрот Можете его в аптеке купить Он улучшает работу Ну, всей пищеварительной системы Так же вот этот препарат можете взять Он тоже такой Здесь есть глютамин И различные травы, которые тоже при таких заболеваниях применяются И не забудьте про витамины группы В В прошлом ролике там написано То есть там было, как выбирать правильно именно группу В Ну и различные, что вообще помогают Это, конечно, для пищеварения Это куркума, имбирь То есть такие специи Это можете тоже добавлять в еду Они тоже очень улучшат пищеварение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому